Привет, мои дорогие! Этот влог хочу начать с подготовки ко дню рождения Кати. Вечер, Толя на работе, Катя у бабушки, а я начинаю готовить праздничный торт. Торт будет большой, бисквитный. Один корж будет маковый, а второй шифоновый бисквит с грецкими орехами. Полноценные рецепты коржей я выложу в отдельные видео, поэтому переходите на канал и ищите их. Обязательно попробуйте приготовить. Рецепты проверенные, коржи всегда получаются идеальные, бисквит поднимается очень хорошо, сам корж пышный, нежный и в меру влажный, поэтому пробуйте и готовьте вкусные торты. Этот торт будет с творожным кремом. Рецепт крема я уже выкладывала, поэтому смотрите на канале. И также еще будет две прослойки. Одна из них моя любимая, проверенная временем, которая всегда получается и готовится очень просто. Ее рецептом я также поделюсь позже. А вторая экспериментальная. Скажем так, хотела сделать одно, получилось немного другое, но в целом очень даже вкусно. Но рецепт оставлять на нее я не буду, потому что это был реально эксперимент. А сейчас хочу показать вам мою рассаду. Честно не ожидала, что так быстро все взойдет. Смотрите, какие большие уже огурцы и помидоры тоже выросли, да и цветы. Но знаете, думаю, что я допустила одну ошибку. Наверное, я слишком рано посадила огурцы. В грунт высаживать их ближе к середине мая. Сейчас только начало апреля, поэтому им целый месяц еще расти в горшочках. И потом я с мамой говорила, она вообще сказала, что садят огурцы сразу в землю. Но я уже сделала так. Посмотрим, что из этого получится. Очень надеюсь, что этим летом мы все-таки будем есть помидоры и огурчики с нашего собственного огорода. У нас уже достаточно тепло. Пора наконец-то убирать зимние вещи. Сейчас буду сразу стирать пуховики и катинг комбинезон зимний. И потом уберу их до следующего сезона. Сейчас я думаю, как хорошо, что я далеко еще не успела запрятать катинг комбинезон, потому что на момент озвучивания, а сейчас 13 апреля, у нас достаточно сильно похолодало. Даже 12 выпал снег, поэтому комбинезон еще в ходу. На старт! Внимание! Марш! Если заметили, на заднем плане, в моменте, когда я убирала куртки, уже лежала часть дорожки из ковриков. Катя решила устроить себе полосу препятствий. И вот в нашей версии полосы препятствий активная часть совмещается с зарядкой для мозга, так скажем. То есть нужно пробежать полосу, потом собрать пирамидку. И вот сегодня еще собираем пазлы. Если честно, смена сезонов года для меня такая сложная тема в плане того, как правильно одевать Катю. Потому что погода нестабильная, непонятная. И не понимаешь, то ли уже нормально будет ей в весеннем, то ли еще в зимнем. Она же еще толком конкретно, достоверно не может ответить. Мне в этом было слишком жарко, мне в этом было слишком холодно. И вот я, оказываясь, постоянно не готова к этой смене сезонов. И вот сейчас я поняла, что надо уже срочно убирать зимние сапоги, потому что у нас правда очень тепло. И смотрю, весенние-то у нее все маленькие, оказывается. Начала мерить ей ногу, чтобы понять, какой у нее размер. И собираюсь заказать кроссовки на ВБ. Надеюсь, что они очень быстро придут. Ногу измерили, кроссовки заказали. И тут я решила заглянуть в шкаф и посмотреть, а вдруг что-нибудь у нас все-таки есть. И да, пожалуйста. Оказывается, моя мама в том году передавала Кате кроссовки на вырост, и сейчас они в самый раз. В общем, мы их надели, пошли гулять. И как хорошо, что на ВБ все-таки есть бесплатный отказ. То есть, те кроссовки нам уже не понадобятся. Но, как я уже говорила, буквально спустя неделю у нас опять похолодало, и сейчас она ходит снова в зимних сапогах. Я очень надеюсь, что через пару дней уже будет опять потепление, и мы снова будем радоваться этой весне. Пока гуляли, зашли еще за подарком от моих родителей. Кате на день рождения забрали их с ВБ. И сейчас покажем, что там. Катя уже начала получать первые подарки. Забрали сейчас с ней такой вот набор зубастик Play Doh. Это у нас подарок от бабы Лены и деда Саши. Так что сейчас будем распаковывать, смотреть. Ты рада, Катюш? Рада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уже завтра будем отмечать день рождения. Отмечаем его слегка заранее. Сразу скажу, что я не верю в разные страшные приметы. День рождения у Кати 8 апреля, но это понедельник. И получается не очень удобно. Поэтому решили отметить его 7 в воскресенье. Даже скажу больше. Отмечаем в два захода. В воскресенье будет детский праздник, а в понедельник отметим в семейном кругу. Катя уснула, а мы с Толей начинаем украшать комнату. Шары я покупала фикс прайс. Сейчас будем надувать и делать гирлянду. В прошлом году мы также покупали шарики фикс прайс и надували компрессором их. А в этом году с компрессором у нас не сложилось. Поэтому будем своими силами это делать. И хочу сказать одно замечание по поводу этих шаров. Мы их открыли и сразу почувствовали такой химозный запах. Потом я начала надувать. Надувала я их ртом. И спустя 2-3 шарика я понимаю, что у меня начинает гореть кожа вокруг рта. Я это дело отложила. Пошла умылась на два раза. Намазалась кремом успокаивающим. И только через час примерно моя кожа перестала гореть. Я не знаю, что случилось с этими шарами. В прошлом году такого не было. В общем, гирлянду мы, конечно, повесили. На ночь я открыла окно, чтобы максимально все проветрить. Кстати, сразу скажу, что запах исчез. И это не про то, что мы принюхались к этому запаху. Нет, мы уходили из дома, возвращались и не было уже этого запаха. Но на всякий случай я запретила эти шарики трогать. И после дня рождения они отправились на помойку. Хотя прошлая гирлянда у нас валялась еще по всему дому месяца 2 или 3. В воскресенье я встала на удивление раньше Кате. Доделала декор торта. Решила маршмеллки раньше времени не выкладывать, чтобы они остались максимально свежими и нежными. А тут уже и Катя проснулась. А почему там шарики? А почему там шарики? Ну, тебе на день рождения, Катю. Почему? На тебя же завтра день рождения, мы сегодня отмечаем. С наступающим днем рождения. Деда, это шарики. Это подарок. Подарок. Скажу честно, я ожидала от Кати более бурной реакции, какого-то восторга. Но она заходит и говорит, о, а зачем здесь шарики? Собственно, что это вообще происходит? И такая, на спокойниках полнейших. Деда, это шарики. Деда, это шарики. Уже совсем скоро должны подойти гости. поэтому завариваю очень вкусный чай у меня он фруктово-ягодный там и облепиха и апельсин и яблоко также добавляю немного имбиря и вот отдельно завариваю травяной чай в перемешку с черным очень вкусное сочетание как-нибудь подробнее расскажу про этот чай расскажу рецепт заготовки которые делаю в морозилку а пока пойдемте встречать гостей к сожалению не все гости смогли прийти планировался сегодня такой детский праздник но некоторые заболели поэтому вот встречаем нашу любимую подружку альбинку и мою подругу настю и будем сегодня таким узким кругом отмечать день рождения с днём рождения тебя с днём рождения тебя вот такой красивый получился торт в разрезе он очень вкусный все оценили и я очень этому рада покажу еще несколько кадров с прогулки девчонки тут отрываются в песочнице конечно песочница очень сильно загрязнена но что поделать в общем наигрались по лужам походили покачались жаль что очень редко встречаемся надо это как-то исправлять но все не получается у нас уже вечер гостей давно проводили папу отправили на работу он вновь ночью сегодня и я не удержалась и засняла как катя поедает торт это самый лучший мой подарок вот это катя сказала что вот это самый лучший ее подарок из всех что мы ей подарили то есть не ночник не украшение просто наклейка страз за 30 рублей ну так отюнящие я знаю что моя дочь любит вот и 8 апреля катин день рождения сегодня в садике они будут водить каравай каравай кого хочешь выбирай принесла также им конфетки у них такая традиция вводят хороводы потом раздают всем конфеты так что поснимала немного 5 в саду сейчас уже показываю кадры как мы ее забираем пришлось немного задержаться на площадке катя никак не хотела уходить это наша первая такая долгая прогулка по площадке потому что вот вот только потеплело и до этого катя неделю не ходила в сад поэтому целый час если не больше мы гуляли там уже пришли гости им пришлось подождать нас возле подъезда катю еле уговорили идти домой покатываю ask Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соберем всю большую семью вместе И моих родителей, и Толиных, и всех крестных Может быть даже бабушек, дедушек Что вообще за гранью реальности? Ну а вдруг? Соберем большой стол, пожарим шашлыки И сделаем такой по-настоящему теплый семейный праздник И закончить этот влог я хочу в темноте С нашим новым ночником Он действительно очень классный, красивый Нам всем очень понравился У него разные есть режимы И меняет цвета, и можно со звездами И без звезд, и в статике, и в динамике В общем, классная вещь Оставлю ссылочку в описании Я с вами прощаюсь, до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok